Друзья, приветствую на канале Рецепты в гостях у Вани. Рад, что вы сегодня у меня в гостях. А у меня для вас есть потрясающий рецепт грузинской кухни. Приготовим сегодня хачапури. Самый простой и вкусный рецепт на кефире. С ароматной и сочной начинкой. 300 граммов муки рекомендую просеять для лучшего результата. Для любой выпечки всегда рекомендую просеивать муку. Так получается лучше. Добавляю 8 граммов разрыхлителя. Пол чайной ложки сахара, а также соли. Я использую крупную соль для рецепта. Смешиваю все ингредиенты и начинаю замешивать тесто с помощью деревянной лопатки. Тесто получается воздушное. Хачапури будет вкуснейший. Готовим их на сухой сковороде без добавления масла. Жирность кефира 1%. И тесто должно получиться не слишком тугое, для того, чтобы хачапури получились нежнейшие. Тесто на хачапури должно получиться нежное, немного липкое и мягкое. Добавляем примерно 25 мл растительного масла. Масло может понадобиться чуть больше, либо чуть меньше. Все зависит от муки. Масло использую для того, чтобы тесто не липло к рукам. Вот такой консистенции тесто получается на хачапури. Перекладываю его в миску, в которой у меня была мука, и приготовлю быструю начинку. А для простой и вкусной начинки я возьму сыр 250 граммов, укроп, петрушку и одно яйцо. Сыр я взял хаварти, вы можете взять любой сыр на ваше усмотрение. Натру его на крупной терке. Конечно, традиционно использую сыр сулугуни. У меня не нашло сегодня. Я использую сыр, который был на скидке в магазине. Свежая зелень придаст аромат этой полезной начинке. Ароматы пошли, сразу запахло весной, летом. Главное, нарежьте помельче, для того, чтобы зелень хорошо перемешалась с сыром. И дала больше сока, чтобы начинка была ароматная. Добавлю одно куриное яйцо, щепотку крупной соли и свежемолотый черный перец. Посмотрите, какая начинка получается. Уже очень аппетитно. Все тщательно перемешиваю и разделю на три части. Потому что планирую приготовить три вкуснейших хачапури на сковороде. Тесто на хачапури увеличилось, настоялось. Разделю его на три равные части. Тесто получается податливое, ароматное. Заготовки я делю на три части, примерно под 190 граммов. Заготовки должны быть красивой круглой формы, для того, чтобы хачапури получились так же красивые. Вот такие. Для удобства, чтобы вы понимали, я готовлю заготовку и начинку практически одинаковой формы. Для того, чтобы угадать с начинкой, чтобы было много вкусной начинки. Перед тем, как раскатывать, я стол припыляю немного мукой и начинаю раскатывать от центра к краям. Постарайтесь слишком много муки не добавлять, для того, чтобы не забивать тесто. Толщина примерно 3-4 миллиметра. Впрочем, у вас должно хватить места, для того, чтобы после того, как вы добавите начинку, защипнуть сверху качапури и раскатать еще. Сыр можно немного вот так вот придавить, для того, чтобы он легче расходился. Потом уже собираем. Вначале с помощью руки начинаю придавливать, для того, чтобы придать красивую форму. Важно в этом процессе быть аккуратным, для того, чтобы начинка не пробила тесто. Главное делать все нежно. Я хотел поделиться с вами этим простым и вкусным рецептом в качапури на сковороде, потому что часто готовлю такие лепешки. Мне нравится, уверяю, вам тоже понравится. По этому рецепту у вас получится три вкуснейших заготовки. Пойдемте готовить на сковороду. Хачапури готовится на сухой сковороде, и лучше возьмите с толстым дном. Я использую стальную сковороду, потому что большой любитель. Готовлю на сухой сковороде, крышкой не накрывая, примерно 2-3 минуты с каждой стороны. Когда подрумянилось, я перекладываю на другую сторону. Рецепт качапури на сковороде классный, проверенный, очень простой и вкусный. Не переживайте, даже если где-то начнет проходить начинка, ничего страшного. Главное, постарайтесь переворачивать почаще, для того, чтобы готовиться равномерно с каждой стороны. В процессе приготовления лепешка начинает увеличиться в размере. Внутри собирается большое количество пара, и все приготовится. Сыр расплавится, а зелень передаст свой аромат. Это очень вкусно, друзья. Приготовьте, не пожалеете. Готовые хачапури перекладываю на тарелку. Вау! Вау! Смазываю сливочным маслом. Главное, не забывайте смазывать готовый хачапури сливочным маслом. Вау! Это так красиво! Вау! Вот такую вкуснотищу, друзья. Сегодня для вас я подготовил, поделился рецептом. Уверяю вас, приготовьте, и вы не пожалеете. Давайте покажу, какие они получились. Конечно, это еще очень горячо. Ах, вот такая вот классная, вкусная лепешка. Ох, сырок. Посмотрите, друзья. Наверное, все-таки сильно горячо. Давайте я оторву такой маленький кусочек. Ох! И продегустирую эту вкуснотищу. Готовлю часто. Прекрасное блюдо в грузинской кухне. Дорогие мои друзья, заходите почаще на рецепты в гостях у Вани. Всегда вас ждет в гости. Подписывайтесь на мой канал. Я очень рад вашим комментариям. Всегда на все отвечаю. До скорых встреч. Пока!